Шаббат Шалом Здесь петь, молиться, славить Господа, наслаждаться общением друг с другом и с нашим Господом. Я продолжу дальше тему, на которой я говорю. И, наверное, я даже не знаю, смогу ли я сегодня закончить эту тему или нет, потому что что-то тревожит она меня, лежит на сердце, чтобы об этом говорить, об этом проповедовать, потому что считаю, что это очень важно для каждого из нас. Я хочу начать сегодня одним стихом. Это будет Сирахова, 3 глава, 1 стих. Это полная Библия, если кто-то интересуется или кто-то изучает только Библию. Это полная Библия. Это замечательная 3 глава Сирахова. И здесь оговорится нам так. «Дети, послушайте меня, Отца, и поступайте так, чтобы вам спастись». Вот когда я читаю эти слова, я понимаю, что это слова сказаны из сердца. Что в эти слова вложен очень глубокий смысл. Очень глубокий смысл. Отец, который писал эти слова, он их написал с любовью к своим детям. Очень сильно любя их. И он пишет, «Дети, дорогие детки, послушайте меня, Отца, послушайте, поступайте». Это дела, это поступки. Поступайте так, чтобы вам спастись. Обратите внимание, у него здесь нет такого понимания, чтобы я был в почете, чтобы меня люди уважали, чтобы ко мне относились с таким уважаемым почтением. Нет, любовь Отца здесь выражена в том, чтобы вы спаслись. Вот мое желание, мое желание, чтобы ваши поступки были таковы, чтобы вы спаслись. И поэтому давайте снова мы вспомним пятую заповедь, о которой я буду сегодня говорить. Вернемся в книгу «Исход», 20 глава, 12 стих. «Почитай, отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». И там в некоторых переводах, чтобы тебе было хорошо на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Этот же самый стих, эту же самую заповедь, если мы ее будем читать в книге «Ефесянам», 6 глава, 1 стих, то прочитаем ее внимательно. Давайте с первого стиха «Ефесянам», 6, 1. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость». Самый справедливый Бог сегодня, когда Он обращается к народу Своему, Он подмечает всем живущим здесь, на этой планете Земля. Дети, этого требует справедливость. Этого не родители требуют, не отец и мать этого требуют. Этого требует самая высшая справедливость, которая есть на этой планете Земля. Почему? Естественный вопрос. Мы же не люди, которые рассуждают, мы же люди, которые думают над всем, что происходит. Так вот, давайте мы вспомним, как мы пришли в этот мир. Безусловно, мы понимаем, что жизнь дает Господь, Дух от Господа, и Дух возвратится к Богу, который дал Его. Но родители принимают самое непосредственное участие в нашем приходе в этот мир. И без родителей мы бы не были здесь. Потому что в некоторой степени, кроме того великого Творца, который создал эту планету Землю живую, еще в нашем создании участвуют наши родители. И поэтому в некоторой степени они являются нашими Творцами. Они непосредственно принимали в этом участие. И поэтому от них, от наших родителей, к нам переходит и наш, как мы выглядим, и наша генетика, и даже наследство духовное, я сейчас имею в виду, и даже земное наследство. Вы знаете, наследство от родителей, а разумная жена от Господа. Есть так написано в Священном Писании. Поэтому мы много чего получаем от нашего Господа и от наших родителей. И когда мы приходим в этот мир, вот в момент нашего прихода, мы беспомощны, мы совершенно беспомощны. И наши родители, проявляя полную заботу и попечение, заботятся о нас. Они нас кормят, они нас одевают, они нас воспитывают, они нас учат, они показывают нам, что добро и что зло, и что требует от нас Господь. Они стараются научить нас всему этому. И знаете что, братья и сестры? Есть такая фраза, я ее уже не раз напоминал здесь, а родителей не выбирают. Это нет такой возможности, что если бы я имел такую возможность, я бы выбрал себе самых лучших, самых добрых, самых грамотных, самых воспитанных, самых богатых, чтобы мне прекрасна и процветающая жизнь. Вот я бы таких вот родил. Нет. Ты родился в той семье, в которой ты должен был родиться. Это не твой выбор, чтобы ты мог сказать, вот я, зачем я родился в этой семье. Вы знаете, я об этом говорю с полным осознанием, потому что в моей жизни был такой момент, когда я дружил с друзьями, 16 лет мне было от возраста, когда я дружил с друзьями, которые были неверующие, и я видел, как им можно очень много чего, а вот мне вот к верующему, рожденной верующей семье, много чего нельзя. И во мне народилось такое, скажем, немножко внутреннее огорчение, почему я родился в семье верующих. Ведь мне то нельзя, то нельзя, то нельзя, а вот моим друзьям все это можно. Эта мысль corrupted my mind, и она может любого человека в сути разрушать, то, как он думает и как он поступает. И поэтому, не имея такого выбора, когда мы не выбираем наших родителей, мы должны понимать, что родители все разные. И, например, чтобы стать водителем, чтобы ездить на машине, человек учится длительное время, чтобы стать электриком, пламером, ему надо тест сдавать, ему нужно экзамены сдавать, чтобы стать врачом, он столько много лет учится, чтобы стать на все это или прийти. Но вы знаете, многие люди становятся родителями, будучи совершенно к этому неподготовленным. Они просто понимают, что это инстинкт, который вложенный в них внутри. Да, он есть у нас. Да, это родительская ответственность, которая появляется у нас в сердце, когда мы видим эту маленькую крошку, которую Бог нам даровал. Но заметьте, что у человека, у каждого разные способности. Разные способности. Кто-то очень талантливый, кто-то не очень. И иногда это не вина человека, что он не очень. Иногда это может быть последствия какой-то трагедии, какой-то ошибки, какого-то воспитания, неправильных действий. Это много может быть причин, почему один человек такой путем пошел, а другой другим путем пошел. Есть много причин, по которым все это происходит. Но сам выбор, который делает человек в каждой своей жизни, это выбор того, чтобы как ему прожить эту жизнь здесь на земле, которая определит мою вечность, где я буду в вечности. И роль или отношение детей и родителей в спасении человека и в том, как человек живет здесь на этой земле, играет очень большую роль. Очень большую роль. Дело все в том, что если посмотреть на понятие такое, как грех, скажем прямо, если мы внимательно изучаем закон Божий, то неправильное последствие или отношение любого человека к своим родителям, она считается очень серьезным грехом. Очень серьезным грехом. Например, в Писании есть такой закон, который гласит злословящий отца своего или мать свою, что с ним будет? Смертью да умрет. Вы понимаете? Вот это само слово злословие, то есть злые слова говорить за своих родителей, то есть это строгое предупреждение, что да, может быть, твои родители далекие от совершенства, может быть, они не настолько образованы, может быть, вот знаете, сейчас уже, конечно, век информационный, много грамотных людей, но представьте себе, даже наши деды и наши родители, многие из них вы бы спросили, а сколько лет ты училась? И ты мог услышать, два года, три года, семь лет, а может быть, кто-то сказал, а я вообще неграмотный, я вообще в школу не ходил, такое состояние было, но он твой отец, или он твоя мать, или твоя бабушка, или дедушка, и в твоих отношениях, которые ты к нему ведешь, это твоя судьба, потому что мы возвращаемся снова в книгу Ефесянам, где говорится, сего требует справедливость, и второй стих говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь, с обетованием, в чем заключается это обетование, в чем суть этого обетования, это следующий стих, который сразу нам об этом говорит, «Да будет тебе благо, и ты будешь долголетен на земле». Наша жизнь здесь на земле, она ограничена, нам дан срок, на который мы живем здесь, но правильное отношение к своим родителям, оно приводит последствия, тебе будет благо, то есть давай, тебе будет хорошо, ты относишься хорошо к своим родителям, тебе будет хорошо, ты будешь долголетен, ты будешь жить долго здесь на этой земле, но мы-то понимаем, что не суть, как долго я живу здесь на этой земле, а суть, как я живу, потому что результатом этой моей жизни будет жизнь вечная, где я буду проводить свою вечность, и как я буду проводить свою вечность, это будет результат моих отношений, тебе будет благо, и ты будешь долголетен на земле, Но очень часто, и здесь я сейчас обращаюсь к дорогим и уважаемым родителям, очень часто, как наши дети относятся к нам, лежит в основе нашего воспитания. Лежит в том, что мы их учим и как мы им это преподаем, как мы им наставляем. Вот, например, мы помним, что в книге «Второзаконие», когда Бог говорил через Моисея к народу своим, Он сказал, идешь дорогой – говори, ложишься – говори, сидишь за столом – говори, где бы ты ни находился – говори, наставляй своих детей, учи своих детей. В этой же книге, которую мы сейчас изучаем или читаем здесь о Ефесянам, 6 глава, 4 стих мы читаем. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем». Я так понимаю, что мы, отцы и родители вообще, в общем, нам гораздо приятнее было предыдущие три стиха читать, чем вот этот стих. Но знаете что, Библия – это цельное, неделимое. Если мы читаем, мы должны все читать, и то, что нам приятно, и то, что нам неприятно может быть. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Вопрос, где, какой возраст, здесь говорится о раздражении, как и кого и когда можно раздражать. Какие могут быть последствия того, что мы кого-то раздражаем или кто-то на нас огорченный, и почему это происходит. Скорее всего, здесь идет уже о том возрасте, когда дети становятся самостоятельны, подростковый, юношеский возраст. И в этот момент поступки родителей очень часто могут привести к тому, что вместо того, чтобы прислушиваться к своим родителям, уважать их, то между родителями и детьми начинает быть конфликт. Конфликт, который может привести к очень тяжелым последствиям. Потому что воля нашего Отца, которую Он выразил в Своем Священном Писании, и об этом сказал Иисус Христос, Он сказал, «Нет воли Отца Моего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Он не хотел, чтобы кто-то погибал. Если мы читаем вторую главу Тимофея, первого послания Тимофея, то здесь третьим и четвертым стихом говорится такое слово. Сперва говорится, чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И потом третий стих говорит, что это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, и, внимание, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Великий Бог, Творец, Создатель Всемогущий, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Это Его желание, чтобы все люди спаслись. И поэтому, когда я начал с таким стихом, «Дети, послушайте меня, Отца, и поступайте так, чтобы вам спастись», это воля Божия, которой хочет великий Господь, чтобы мы спаслись. Но именно в отношениях, потому что мы можем наизусть знать заповедь, мы можем ее цитировать, мы можем рассказывать прекрасные проповеди, петь замечательные псалмы, мы можем много молиться, говорить о высоких целях, о каких-то таких высоких, скажем, воззваниях, но все определит это наше отношение. Я это много раз подчеркиваю в последнее время, потому что, когда придут предлицы нашего Бога, когда Он будет, соберет всех избранных своих от четырех концов земли и отделит одних налево, других направо, то именно отношение к людям будет определять наше спасение. Потому что, как бы мы много ни говорили о заповедях Божьих, и как бы мы это ни излагали, но по-настоящему лежат ли эти заповеди, или находятся они в нашем сердце, это в нашем отношении. Как мы поступаем к другому человеку, как мы поступаем с другим человеком. Если мы говорим прекрасно, красиво и хорошо, но при этом мы не поступаем уважительно и правильно к ближнему своему, то пользы от этого нету. Что вы сделали одному из тех наименьших, то сделали вы мне. Поэтому, когда мы кого-то оскорбляем, кому-то обижаем, кому-то делаем больно, кого-то обзываем, кого-то, что бы этого бы не было, мы на самом деле это делаем и Господу нашему Иисусу Христу. Мы думаем, что мы это делаем тому человеку, который нас обидел, кому он нам сделал больно, что он нехороший человек и поступил нехорошо. Но на самом деле в этот момент, согласно Слову Божию, мы это делаем. Он говорит, то, что вы сделали им, то вы мне сделали, говорит Христос. И как результат, особенно, когда это касается отношений детей и родителей, тесная связь, как физическая, так и духовная, существует между родителями и детями. И поэтому, когда мы рассуждаем, братья и сестры, когда мы говорим на эту тему, я думаю, что есть особое состояние, где мы должны понимать. Вот только что мы слышали это слово, что мы должны... Давайте вернемся в книгу Ефесянам, шестую главу и четвертый стих. Прочитаем еще раз. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть не так, как вам хочется, не так, как вам нравится, не так, как вы считаете правильно, а учение и наставление Господне. Для того, чтобы передать это учение и наставление Господне, сами родители сперва должны быть в этом учении и в этом наставлении. Потому что если они сами в этом не находятся, как можно преподать другому то, чего ты сам не имеешь? Дать можно только то, что есть у тебя. Если оно у тебя есть, ты этим поделишься. Если у тебя этого нет, ты этим не поделишься. Помните историю, которая оставлена в книге Судей? Там повествуется, что жила одна прекрасная, замечательная семья. К сожалению, они были бездетны. Удивительно то, что там написано «Маной и его жена». Даже имени, скажем, этой замечательной женщины, у которой родился такой чудесный человек, как Самсон, нет написано «Маной и его жена». И вот однажды этой женщине, которая история так описана и уже тысячелетиями читается, этой женщине является ангел. И этот ангел говорит «Ты начнешь, ты родишь сына. Этот сын будет Назареем Божьим. Этот человек будет спасителем в некоторой степени для своего народа, потому что он будет судьей Израиля, он будет спасать. Но, внимание, ты должна правильно питаться. Ты должна его правильно учить. Ты должна, чтобы его сохранить от того, чтобы он не делал ничего плохого». Вы знаете, вот даже это уже должно натолкнуть на мысль. Смотрите, какая забота. Еще не родился ребенок, да он даже еще не зачатый. Он только в проекте у Бога. А Бог уже родителям говорит «Вы должны поступать правильно, вы должны учить правильно, вы должны говорить правильно, вы должны даже кушать правильно то, что вы кушаете». Результат этого произошло следующее. Муж ее, Маной, услышал, говорит «Ну, пусть еще раз придет и научит нас, пусть он научит нас, как нам нужно поступать». То есть забота родителей должна быть, вот как нам воспитывать наших детей в учении и в наставлении Господнем. Потому что сегодня, для вашего, скажем, утверждения, если кто-то будет это следить за этим и хочет дома поисследовать, суди, 13 глава, 8 стих. «Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющимся родиться младенцем». Вот забота родителей. Он еще не родился, а уже они заботятся, они уже учатся, они уже наставляются, что нам делать с этим ребенком, который должен родиться. Вот тут я хочу подчеркнуть мысль. Дорогие родители, даже те, которые только планируют это в будущем, очень правильно, очень мудро, когда мы хотим стать родителями, учиться, читать, познавать волю Божию, смотреть, что говорит нам Писание, какая ответственность лежит на родителей, что мы должны учить наших детей, как здесь, и научит нас, что нам делать с имеющимся родиться младенцем. Только что мы слышали, где было сказано через апостола Павла церкви Ефесянам, что наставлять детей своих. Но вот в книге «Премудрости», это снова полная Библия, «Премудрость Соломона», во второй главе есть описание за людей неверующих. То есть есть такая категория людей, людей, которые не верят в Бога. И эта категория людей, они именно говорят так. «Когда мы умрем, то дух наш рассеется, как жидкий воздух, и мы будем, как небывшие». Потому что жизнь наша, это вот проходит вот так быстро на этой земле, и потом, говорит, что мы станем делать? Пировать на этой земле. Будем наслаждаться. Будем наслаждаться миром, как юностью. Там такое выражение есть. И вот вторая глава «Премудрости Соломона», 12 стих, говорит так. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам, противится делам нашим и укоряет нас в делах, в грехах против закона и поносит нас, внимание, за грехи нашего воспитания». Вот когда-нибудь вы рассуждали над этим вот стихом? Вот внимательно посмотрите, что праведный человек, он своей жизнью, своими делами, он противится теми, которые не живут праведно, которые и своей жизнью, он как бы укоряет их в грехах против закона, потому что они нарушают закон Божий. Но самая важная мысль, заметьте, он поносит, это такое выражение, как бы унижает нас, и это у людей выглядит именно вот так. Вот он унижает нас за грехи нашего воспитания. Оказывается, что люди могут быть воспитаны так, что это приведет к их грехам. И знаете, это действительно имеет место на этой земле. Например, вы представляете себе, что человек, которого родители всю жизнь воровали. Как вы думаете, чему будут научены их дети? Воровать. Если, скажем, вот в цыганской семье родился мальчик, и это все, что они делают, обманывает и ворует, это привычка, которая вырабатывается с ними, то, безусловно, эти дети, они становятся частью этого наследства, которое они принимают от своих родителей, которое приходит к ним. И это их не воспитание, которое при этом встает. И я хочу сказать, дорогие родители, моя главная цель говорить все-таки детям, потому что заповедь идет к детям, но воспитание наших детей, это не обязанность детей, это нас, родителей, обязанность. И, безусловно, у всех у нас разные способности, разные таланты, разные возможности, и все мы очень разные при этом. И немногие из нас учатся всему этому или, скажем, познают, много умных книжек читают, но все-таки вот это чувство, которое различать добро и зло, чувство – это хорошо, а это плохо, это может привести к тому, что если наши дети будут воспитываться на вседозволенности, на том, что им все можно, главное только громко закричать об этом, и тогда им все, скажем, требования будут исполнены их, то я понимаю, пока ребенок маленький, но когда он становится постарше, должен прийти такой момент, когда нужно их уже учить. Это можно? Это нельзя. Это правильно? Это плохо? Это хорошо? А этого вообще нельзя делать. Это грех? Это распутство? Это беззаконие, которое не должно даже именоваться у вас, которое должно быть отвратительно вашему сознанию? То есть где вот это вот учение? Например, я по наблюдениям жизненным, все-таки 55 – это не так мало уже прожито здесь, на этой земле, замечаю, что проблемы многих детей по жизни бывают результатом проблем, которые они или того багажа, или того наследства, которое они взяли и вынесли из своих семей. Потому что очень часто момент ихнего воспитания, когда у них есть папа и мама, папа и мама, вместо того, чтобы показать детям своим пример достойного, уважаемого поведения и поступков, спорят между собой о своих ролях, кто там старший, кто там первый, кто кому подчиняться должен, они не определили свои роли. И в этом конфликте находясь, дети очень быстро это расчувствуют и почувствуют. Вы помните такой детский хороший стишок? Вы не думайте, что дети ничего не понимают. Можем быстро мы заметить, как взрослые поступают. Если они видят, что родители не поступают правильно, если они видят, что мама одно, папа другое, они очень быстро начнут этим пользоваться. Когда им надо чего-то достигнуть, они будут, подойдут к папе. К папе не получилось, пойдут к маме. И если между папой и мамой нету согласия, между ними нету, и они доказывают друг другу, кто из них лучше, кто из них правильнее, это скажется непосредственно на характере отношениях и поступках, которые в дальнейшем будут у этих детей. Это их не будет отношения. И если думают таким образом добиться к себе уважения, то кто бы это ни был, папа или мама, кто будет там настаивать этим детям, я хочу быть хорошеньким, все позволять, другой будет кто-то что-то запрещать. Вот в этом вопросе между родителями должно быть единство, должно быть согласие, должна быть любовь друг к другу и любовь к детям. И эта любовь выражается не в том, что мы позволяем им все, что хочет, и заступаемся за ними тогда, когда не разобрав, правы они или не правы. В любом случае, один, одна же человек мне сказал, за своих детей я заступлюсь всегда, что бы там ни было и как бы там ни было. Я скажу так, правильное в этом случае это заступаться, когда дети правы. Да, если дети правы и их обвиняют несправедливо, за них нужно заступиться. Но если дети не правы, сказать, дети, вы не правы. И я не могу защищать неправду, я не могу защищать там, где вы поступаете неправильно, когда вы делаете что-то нехорошее. Результат этого последствия, это может быть последствия неправильного воспитания. И как мы можем видеть, что здесь возвращаемся снова в книгу, которую я очень люблю читать. Прочитаем еще раз третья глава Серахова, первый стих. «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо...» Почему? «Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями». Обратим внимание на этот стих. Это не сами родители себе присвоили такое право или такую честь, что Господь возвысил родителей над детьми. Это право дано им Господом, потому что это Господь сделал, это его действие, он возвысил отца над детьми. Если дети это признали, понимаете, это вопрос авторитета. Если дети признают... Вот представьте себе такую картину, я сейчас немножко кое-что, некоторые вещи поменяю местами. Представьте себе, что вы работаете на работе. Вы не свой бизнес имеете, а вы простой работяга, работник, электрик, пламер, погрузчик или упаковщик где-то на какой-то работе. И вот вы приходите на работу, вы приходите на работу, и у вас есть супервайзер, у вас есть менеджер, у вас есть начальник. И вот вы, простой там упаковщик или грузчик, вы говорите ему, знаешь что, я с тобой наравне. Я равен с тобой и ты мне здесь не указывай, ты мне здесь приказы не отдавай. Как вы думаете, долго вы продержитесь на этой работе? Ну могу вам подсказать, вы в тот же день вылетите. Вас уволят в тот же самый день. Почему? Потому что есть структура, есть работник, есть супервайзер, есть менеджер, есть большой-большой босс. И вы знаете, когда вот эта структура идет, когда у человека есть признание авторитета, то тогда человеку жить легко. Он приходит на работу и он знает. Супервайзер ему сказал, ты сегодня это делаешь. Он говорит, начальствующего надо уважать. Помните, как Павел, когда однажды его приказали бить, он так повернулся и к тому человеку, кто отдал этот приказ, говорит, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. А ему говорят, слушай, ты первосвященник, как Господь, не злословишь. Он сразу говорит, извините, начальствующего в народе не злословь. Сразу понял, что есть закон, по которому нужно поступать, по которому нужно исполнять. Так вот, братья и сестры, если мы возвращаемся во второй стих третьей главы Сирахова, Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Если человек признает этот авторитет, если для него это легко, если он понимает, что это Божья воля и он признает его, ему будет легко. Он утверждает это. Господь возвысил отца над детьми. Следующий стих после этого говорит, почитающий отца очистится от грехов. То есть, вот если внимательно смотреть на этот стих, она выглядит так, что по сути дела, ну, все мы много согрешаем. Есть такое выражение в Писании. Нет человека праведного, который делал бы добро и не грешил. Если бы кто-то сказал, что я никогда не согрешил, ну, вы бы такому человеку поверили. Я нет. Я сам знаю себя. Я знаю, что у меня было достаточно неправильных, нехороших поступков в моей жизни, за которые горько сожалеваешь, горько каешься, горько просишь прощения, но они есть. Это часть нашей истории, часть нашей жизни, которая была вместе с нами. Но здесь есть путь, путь, который подчеркивает, что если ты относишься с уважением к своему отцу, ты его почитаешь, как написано, почитающий отца очистится от грехов. Обращаю ваше внимание, что не всегда отцы могут поступать правильно, не всегда они могут быть правы. И Писание нам говорит так, что зло надо называть злом, и добро надо называть добром. То есть мы, если человек будет зло называть добром, то это у человека что-то там не в порядке с разумом. То есть зло, зло, добро, добро. Но в то же самое время вот это само по себе почтение или уважение, это не означает, что любые поступки отца, их можно оправдывать. Я так не понимаю. Если человек делает зло, то нужно зло назвать злом, но при этом это надо сделать в почтении и в уважении. Это становится сложно, потому что когда, скажем, ты супервайзер, и у тебя какой-то, скажем, подчиненный делает что-то легко, ты ему сказал, подчиняйся, будь добр, но когда ты находишься в таком состоянии, тебе дана заповедь, почитай отца и мать, но ты видишь, что отец и мать где-то поступают неправильно, и в результате этого у тебя одно должно быть почтение, а другое все-таки делается неправильно, делается что-то не так, как должно делаться. Мы можем хороший пример в этом извлечь на примере сыновей Ноя. Три сына было у Ноя. И вот смотрите, один увидел своего отца в нехорошем состоянии, в неправильном состоянии, праведный Ноя тоже согрешил, тоже был в неправильном, недолженном состоянии. И вот один из них выходит и рассказывает, кому рассказывает, своим же родным братьям, что здесь такого, но я своим братьям рассказал. Нет, он за это понес последствия, его сын понес за это последствия, которое было за это. Посмотрите отличие. Его же братья, они же не оправдывают это. Просто они делают это по-другому. Они взяли одежду отца, они отвернулись, чтобы не видеть его наготу. Накрыли его. Разница. Один вышел, посмотрел и всем идет, рассказывает. Другие отвернулись, чтобы не видеть и накрыли. То есть и то рассказано, и то рассказано. И то, и то написано на страницах Библии. Но одно поступили с уважением, а другие просто сказали, поступили так, что это стало известно. И получилось такое, что на протяжении многих лет вынуждены были нести это проклятие, которое было сказано. И поэтому следующий стих после этого говорит. Уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Вот это чувство, вот смотрите, почитающий и уважающий. Почитающий и уважающий. Когда человек действительно уважает свою мать, вот это вот состояние его, он ее уважает. Будет ли он ее обзывать? Будет ли он ее оскорблять? Будет ли он над ней насмеиваться? Будет ли он... Нет, у него будет уважение к ней. Это моя мама. Она меня родила. Она мне дала жизнь. Она меня заботилась, когда я был совершенно беспомощный. И должен ли... Что я должен делать? Я должен быть ей благодарен. Вы знаете, сколько бывает таких моментов, когда умирают отец или мать, какие замечательные венки там стоят. Сколько денег в это вкладывается. Иногда бывает гораздо больше, чем при жизни, за всю жизнь. Но вы знаете, в тот момент, когда венки вы ставите на похоронах, они никакой роли для этого же, для ваших отношений ничего. Может быть, вы хотите людям показать, что вам это дорого было, отец или ваша мать. Но лучше это делать при жизни. Лучше делать, пока они могут сказать спасибо и прочувствовать вашу ласку, прочувствовать вашу любовь, прочувствовать ваше уважение, которое вы имеете к ним при жизни. Ведь это так несложно. Сказать несколько ласковых слов. Поговорить с ними, сказать, мама или папа, мы вас любим, мы вам благодарны за все, что вы для нас сделали. И вы знаете, я понимаю, что мое время истекает на сегодня. И еще могу сказать, что очень много чего можно говорить об этой заповеди. Поэтому я ее сегодня не закончу. Только то я могу сказать, что пятый стих, и это очень важный стих, и на этом я сегодня постараюсь закончить. «Почитающий Отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы он будет услышан». Как важно, братья и сестры, чтобы вот это вот было, что действительно, вот оно обетование. Вот оно обетование. Это, говорит, первая заповедь с обетованием. Ты будешь почитать Отца, ты будешь иметь радость от своих детей. Ты в день молитвы своей будешь услышан. Здесь я хочу рассказать такую, скажем, старинную японскую притчу. Там была такая традиция, что когда состаривался отец или мать, когда они входили в такой период в жизни, когда они уже становились в несостоянии исполнять, скажем, свои заботы и опечения себе, там была такая традиция. Плели корзину, сажали туда отца или мать, и относили его на гору, и оставляли там умирать. И вот получается, когда состарился очередной раз дедушка, и отец начал плести уже эту корзину, чтобы отнести своего отца на эту гору и там его оставить. И вдруг он увидел, что его маленький сыночек тоже плетет корзину. Он говорит, а ты для кого не ищешь? Ну, когда ты состаришься, я тебя отнесу, говорит. Твоя очередь тоже придет. И вот здесь заставляется задуматься, вы понимаете. Иногда люди просто не думают, вот я сегодня не почитаю или не уважаю своего отца, я не проявляю того должного уважения. Это посев. Существует закон посева и жатвы. Что ты посеешь, то и пожнешь. И если ты сеешь то, что ты не почитаешь и не уважаешь своего отца, свою мать, ты не проявляешь к ним уважения. И заметьте, я еще раз, я в этом деле говорю, зло, зло, добро, добро. Но уважение и почтение – это немножко разные вещи. И в этом случае, когда человек почитает, он будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей он будет услышан. Почему? Потому что Господь видит, как он поступает. Видит, что даже несмотря на то, насколько несправедливо, насколько неправильно могут поступать с ним порою, но он справедлив, он исполняет заповедь, он почитает, он любит, он старается это исполнить в своей жизни. Поэтому, братья и сестры, я хочу вам всем сказать, я сегодня буду подводить к концу. Наши отношения, они определяют нашу будущность. Они определяют, где мы будем проводить нашу вечность. Не слова, отношения, поступки. Наши поступки определяют. И насколько мы относимся друг к другу, и как мы поступаем друг к другу, это определит нашу вечность. Где мы будем, в какой вечности мы будем находиться. И как бы хотелось, чтобы сегодня все, особенно молодые люди, они бы задумались над этим. Почитающий, уважающий будет иметь радость. Радость от своих детей. Его жизнь это будет, даже смотря, как бы трудно, тяжело не было. Бог дал обещание, а если Бог дает обещание, он верен, он исполняет это, говорит, в тебе будет хорошо. Ты хочешь, чтобы в тебе было хорошо? Относись правильно к своим родителям. И там есть еще много сторон, которые бы надо бы осветиться. Родители в силе, родители пожилые, родители по закону, родители приемные. Здесь еще очень много сторон, которые можно было бы осветить. И я думаю, с Божьей помощью мы постараемся говорить. Важный вопрос, как я? Как я исполняю эту заповедь? Как я поступаю сегодня в этой жизни? И готов ли я принять это благословение, которое проходит вместе с тем, когда я почитаю отца своего и мать свою? Дорогие братья и сестры, дорогие дети, мы сейчас будем молиться. Молиться мы будем просить небесного отца, чтобы он помог нам, чтобы исполнить эту заповедь. У нас у всех будет замечательная, прекрасная возможность, рассуждая над этим и мысля над этим, подумать, как я исполнил это. Даже если ваших родителей уже нету в живых. Это еще раз осознание. Напомню, что чтить и почитать своих родителей надо настолько, поскольку живы вы. Не ваши родители, а вы. Даже уже нету живых ваших родителей. Вы по-прежнему должны почитать их, уважать их, говорить о них доброе, говорить о них то, что будет, как там написано, боящихся Господа славит. Да будет имя Господа благословенное, а Ему за все слава вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok